Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Волкова. Я рада вас приветствовать либо у себя на канале на YouTube, либо у меня на сайте mir-lanove.ru. Сегодня я продолжаю свою игру в бисер. Сегодня я вам продолжаю рассказывать о работе в программе «Бисер и Мулинес Майнджейн». Кстати, я совершенно не ожидала, что у меня по отрисовке получится столько уроков. Но тем не менее, если есть о чем рассказывать, если мне это лично будет интересно, я буду рассказывать. Я, конечно, понимаю, что не так много народу занимается именно бисерными разработками, но тем не менее, такой народ есть. Я надеюсь, что мои откопанные знания, мои наработки в работе в программе «Бисер и Мулинес Майнджейн» пригодятся этим людям. И прежде чем перейти к теме моего урока, несколько слов об отрисовке в программе «Бисер и Мулинес Майнджейн». Вообще, можно ли здесь просто рисовать с чистого листа? Да, с чистого листа здесь рисовать можно, но у программы есть своя особенность. Я сейчас о ней поведаю вам. Дело в том, что программа создана так, насколько я поняла из переписки с Игорем Анатольевичем, разработчиком программы, что у нее всегда сохраняется память о первоначальных бусинках. Она так создана, эта программа. Если я даже создаю пустую схему, то у меня где-то внутри по умолчанию хранится информация, что все бусинки в этой схеме белые. И когда я начинаю пользоваться заливкой, у меня заливается по первоначальности вообще не тем цветом, которым я хочу залить. Поэтому мой совет вам, поскольку я здесь очень много всего отрисовала, если у вас где-то неадекватно работает заливка, то пользуйтесь просто-напросто инструментами рисования. Приходится все зарисовать вручную. Я довольно часто пользуюсь инструментами рисования линеечкой, заполненным прямоугольником. Я вообще всем тем, о чем я вам рассказываю, я всем здесь пользуюсь. Оно все здесь уместно. Но имейте в виду, что у программы есть вот эта вот особенность, негативная особенность, на мой взгляд. И вообще я, кстати, здесь очень много всего отрисовала. Не знаю, насколько оно все, конечно, утилитарно, но я уже сделала здесь схему своего браслета и его даже сплела. Я попутно осваиваю всякие техники плетения бисерей. Я освоила ручное ткачество. Кстати, вот эта вот схемка, которая перед вами, ее можно сплести технику ручного ткачества. Единственное, что она будет немножко вытянутая. Там бусинки друг к дружке приплетаются вертикально. Очень прочное плетение, кстати. Скажу так, что плести, конечно же, дольше бисерами, чем, допустим, вышивать по конве. Тоже очень интересное занятие. Я уже разобралась с монастырским плетением или плетением крестик. И я пробовала, можно ли плести здесь сетки, которые я рисовала в программе. Можно ли реализовать мои проекты, так сказать, которые я здесь создала. Оказывается, можно. То есть попутно я еще изучаю и эти моменты бисероплетения. Они мне очень интересны. Поэтому для всех тех, кому интересна эта тема, кто работает на расширении своего кругозора в рукодиле, я продолжаю свои уроки. Сегодня я вам расскажу об очень интересной функции, которая есть в программе, которая называется «Сборка по частям». Дело в том, что программа бисера и мульдис Майджен устроена так, что в ней можно работать исключительно только с одной схемой. Вот, например, в Патаймикер, мы знаем, можно работать одновременно с несколькими схемами. Там такая существует многооконная структура. То же самое можно делать и в Кройсе. То же самое можно делать и в программе PCStitch. А вот в Майджен такого делать нельзя. Кстати, не только в Майджен, уверяю вас, не все программы снабжены вот такой возможностью работать во многих окнах. Так вот, в программе нет возможности работать во многих окнах. Но есть такая интересная функция «Сборка по частям». С помощью этой функции вы можете в свою схему, которую вы создаете, скопировать фрагменты из других ваших схем. Сейчас я вам расскажу, как это все работает. Рассказывать я вам буду на дизайне чистого листа. То есть абсолютно чистый дизайн для чистоты эксперимента. Потом я вам покажу, каким образом эта функция работает, если у нас уже что-то нарисовано на нашей схеме. Итак, где находится кнопочка «Сборка по частям»? Она находится вот здесь, в панели инструментов. Можно либо сюда кликнуть. Еще она находится в меню «Правка», здесь есть тоже «Сборка по частям». После того, как мы кликаем на эту кнопочку, у нас появляется такая вот всплывающая панель. И у меня уже здесь загрузилась схема, с которой я последний раз работала. Если вы первый раз пользуетесь «Сборкой по частям», у вас будет просто чистое пространство. И вам нужно открыть ту схему, с которой вы хотите работать. Кликайте на эту кнопочку и здесь выбирайте ту схему, с которой вы хотите работать. Но у меня уже схема загружена, с которой я буду работать. И здесь можно изменять размер отображаемой схемы. То есть вот здесь, посмотрите, 31%. Давайте я увеличу до 50% и сделаю окно на весь мой экран, чтобы вам все подробненько рассказать. Далее, что нам нужно здесь выбрать? Нам нужно выбрать тот инструмент, с которым мы будем работать при выделении. Здесь есть два инструмента выделения прямоугольника «Элипс». Давайте вначале я вам покажу, как работает выделение прямоугольника. Далее нам нужно выбрать, в каком качестве у нас будет отображаться наш вставляемый фрагмент. Либо в качестве дизайна, либо в качестве контура. Давайте вначале я выберу отображение моего выделяемого фрагмента в качестве дизайна. Здесь есть еще вот такой внизу движочек. С помощью этого движочка можно регулировать прозрачность вставляемого нашего фрагмента. Именно когда у нас отображается в качестве дизайна. Итак, я выделяю вот такой вот фрагментик. После того, как я выделила, посмотрите, у меня появляется вот такое вот окошечко, где у меня видно все то, что я выделила. Но это не все, что можно сделать с выделяемым фрагментом. Выделяемый фрагмент можно корректировать позиционно и изменять его размер. Все это можно сделать, это можно сделать, если кликнуть на кнопочку детали фрагмента. Здесь можно изменять местоположение выделяемого фрагмента. Вот, посмотрите, все легко и просто и понятно. Так вот, кликаем на эту стрелочку, у нас двигается выделение вправо. Кликаем стрелочку вверх, оно у нас двигается вверх. Вот здесь вот у нас меняется размер по ширине, по высоте. Здесь можно увеличить, а здесь внизу уменьшать. Давайте расширим, выделяем фрагмент. Можно, в принципе, конечно, просто сбросить этот фрагмент и опять выделить корректно. Я вам просто показываю, каким образом все это дело работает. Если вам нужно очень точное выделение, то можно так с этим работать. Хотя, наверное, конечно, быстрее сбросить выделение и опять выделить. Ну вот, после того, как мы все откорректировали, можно уже вставлять наш выделяемый фрагмент. Я говорю «Окей». Теперь смотрите, здесь вот есть еще какой-то движочек «Изменить прозрачность». Этот движочек работает таким образом. То есть он будет у вас корректировать цвета вставляемого фрагмента под ту схему, в которую вы вставляете. Теперь нужно вот так вот потом изменять, двигать движочек и смотреть, каким образом у нас изменяется по цвету вставляемый фрагмент. Ну вот, посмотрите, у меня вставляемый фрагмент выделился в качестве дизайна. Кстати, при корректировке почему-то вот это окошко не корректируется. На самом деле я все же откорректировала, каким образом у меня будет вставляться фрагмент. Вот у меня вставился фрагмент, то можно опять с ним делать, можно опять изменять местоположение вставляемого фрагмента. Те же самые кнопочки, вот посмотрите. Кликаю влево, у меня фрагмент сдвигается влево. Кликаю наверх, у меня фрагмент сдвигается. Здесь можно одновременно отражать. В данном случае у меня синепичный дизайн. Мы этого не увидим. Я вам покажу, каким образом это работает на следующем вставляемом фрагменте. И здесь у нас изменяется таким образом прозрачность. Вот посмотрите. У нас как бы первоначальные бусинки, о которых я говорила, память первоначальных бусинок, она у нас белая обычно. Поэтому у нас фрагмент как бы осветляется. Если вам это нужно, пользуйтесь этим движучком. А если у вас уже схема какая-то есть, что-то здесь нарисовано, то фрагмент будет изменяться по те цвета, в которые вы вставляете ваш фрагмент. Там нужно смотреть по тому, в какую схему вы что вставляете. И здесь есть кнопочка отмены и кнопочка прерывания операции. Мы можем, кстати, один и тот же фрагмент несколько раз скопировать. Но давайте мы выделим еще какой-нибудь фрагментик и встанем. И он у нас будет отображаться как контур. Так, давайте я выделю вот этот фрагмент на угловой такой цветочек. И ставлю его куда-нибудь в мою схему, где мне нужно. И далее я могу вставлять многократно этот же фрагмент. Вы посмотрите, я вставляю его в правый верхний угол. И я его отражаю. И не пугайтесь, вначале вы увидите накладку одного отображения на другого. Но если вы вздвинете фрагмент, то у вас эта накладочка исчезает. Ну и можно вставлять один и тот же фрагмент до бесконечности. Учтите, что не всегда корректно здесь отображается в окне программы наш вставляемый фрагмент. И так далее. Вот таким образом работает сборка по частям. Ну а сейчас рассмотрим, как работает сборка по частям, если у вас схема уже что-то не нарисована. Вот у меня уже здесь что-то нарисовано. Опять-таки кликаю на кнопочку сборки по частям. И так у меня появляется моя последняя схема, с которой я работала. Пусть она и будет у меня. Давайте мы посмотрим, каким образом работает выделение эллипс. Мой цветок уже можно выделить с помощью выделения эллипс. Ну вот я с первого раза все корректно выделила. Теперь давайте я вставлю мой цветочек в мою схему. Ну и поначалу будет создаваться эффект, что просто вставляется фрагмент на прозрачном фоне. На самом деле это не так. Давайте если мы немножко видим наш фрагмент влево-вправо, то мы увидим, что у нас вставляемый фрагмент вставляется вместе с пустыми ячеечками. Имейте это в виду. То есть если вы будете работать уже с вашей схемой в дальнейшем, то вам нужно будет с пустыми фрагментами, либо здесь будет другой цвет, как-то работать. То есть как-то это все дело корректировать. Кстати, давайте немножко поиграем с прозрачностью. Вот я изменяю прозрачность вставляемого фрагмента. Вот таким образом, видите, фрагмент у меня изменяется по цвету ближе к вот этому синему цвету. Вот таким образом работает сборка по частям. То есть чем она удобна? Тем, что местоположение вставляемого фрагмента легко и просто меняется. Следующее, о чем я вам хочу сегодня еще рассказать, о том, как в программе «Бесер и Мульнес Майжин» можно создать текст с бусинками. Где можно найти эту опцию? Эта опция находится в меню «Правка». Здесь есть опция «Текст» бусинками. После того, как мы кликаем на эту опцию, у нас появляется такая всплывающая панель. Вот здесь вот наверху вводится текст. Но прежде чем я введу свой текст, нужно сделать соответствующие настройки. Во-первых, что нужно сделать? Нужно выбрать тот цвет, в котором мы хотим видеть наш текст. Давайте я выберу какой-нибудь розовый. Итак, цвет я выбрала. Это сиренево-розовый цвет. Далее здесь можно поставить галочку «Спрятать неиспользованные цвета». Здесь можно регулировать прозрачность. То есть это такая же фонса. Так же работает, как и в сборке по частям. И далее здесь нужно обязательно выбрать шрифт, с которым вы будете работать. И хочу вас предупредить, что далеко не каждый шрифт подходит под это дело. То есть нужно выбрать шрифт, стиль шрифта и размер. Очень больший размер букв, более высока вероятность, что у вас получится то, что вам нужно. То есть здесь нужно работать методом тыка. Ну давайте я уже введу какой-нибудь текст и мы посмотрим, что же у меня получится. Я ввела свое имя. После того, как ввела я свое имя, я говорю «Применить». Вот у меня появляется мое имя. Очень даже неплохо выглядит. И далее текст можно двигать либо влево, либо вправо. Давайте мы его сдвинем вниз. Так, давайте попробуем еще поиграться с прозрачностью. Здесь как бы она в принципе не работает. Особого эффекта нет. Но видимо этот эффект есть, если схема будет с большим количеством цветов. И далее если вас все устраивает, вы оставляете. Если не устраивает, вы что-то изменяете. Ну давайте еще какой-нибудь шрифтик возьмем. С чем здесь можно поиграться. Вот этот по-моему шрифт довольно неплохой. И давайте попробуем, как у нас изменяется текст, если мы изменим шрифт. Ну вот давайте выберем Arial Unicode Microsoft. Полужирный. Размер 16. Итак, кликаю на ОК. Вот у меня изменился мой текст. Вот таким образом работает эта опция. Встроенных шрифтов здесь нет. Но можно сделать свой встроенный шрифт с помощью опции блядя Киузова. Кстати, вот этот вот текстик можно на свое усмотрение откорректировать. Вот посмотрите, я например откорректировала текстик. Убрала, кстати, лишние промежутки между буквами. И сейчас я вам покажу маленькую фишку, как можно быстро сделать обводочку из бусинок каждой букве. Я выбрала желтый цвет, чтобы было все видно. И пользуюсь для этого опцией граница связанной области. Так, кликаю на нее и кликаю по каждой буковке. Вот посмотрите, я кликнула и она у меня моментально обрисовалась желтым цветом. Получились буквы с контуром. Так что вот такая вот интересная опция граница связанного цвета. На сегодня и все, что я вам хотела рассказать. Вернее, я хотела еще вам в этом уроке рассказать об ажурах. Но когда я начала снимать свой урок, вернее эту часть урока, то поняла, что у меня урок будет очень большой. Я стараюсь, конечно же, длинных видео не делать. Но не всегда, правда, получается. Поэтому о этой интересной функции ажур я вам расскажу лучше в отдельном уроке. И мне будет легче снимать, и вам будет легче все это дело воспринимать. Кому все это интересно, до новых моих уроков, до новых встреч. Всего доброго и ровненьких, откалиброванных вам бусинок.